Казанский федеральный университет ожидает крупное событие – празднование Дня Российского Студенчества. Ежегодно Татьяне День отмечают 25 января, и этот год не станет исключением. Именно в этот праздник Казанский федеральный университет посетит первое лицо страны – президент России Владимир Путин. К такому событию всегда готовятся заранее, и некоторые журналисты президентского пула уже прибыли в Казань. Это такой порядок работы, то есть когда прилетает президент, сперва прилетает президентский пул, называется. Вторая часть президентского пула – это телеканалы. Они вместе с президентом летают, как правило, прилетают отдельно, еще раньше, чем передовой пул. И дальше мы уже связываемся с пресс-службой президента, который работает на месте, и она нас распределяет по местам съемки. Журналисты телеканала «Мир» посетили Казанский университет 23 января, чтобы взять интервью у ректора университета Ильшата Гафурова, а также у Светланы Фролова, директора музея истории, музея Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Кроме этого, съемочная группа снимала кадры с университетом. Это пойдет в итоговую программу, то есть часть пойдет в новости непосредственно в день визита Владимира Путина, то есть 25 января у нас будет новостной выпуск, там, не знаю, на 16 часов или на 19, а часть из этого пойдет еще в итоговую программу. Максим Дрогнев отметил, что подобные съемки на телевидении делают всегда. Такие эпизоды снимают сразу несколько съемочных групп в разных частях города, а сделано это для того, чтобы зрителю не пришлось смотреть на один лишь так называемый паркет. На один только паркет, это условное обозначение визита официальных лиц, смотреть на один только паркет, неинтересно. Нужно как бы что-то смежное, потому что зритель устанет смотреть на одни и те же лица, рукопожатие и так далее, это очень скучно. Согласно пресс-службе президента России, в Казани у Владимира Путина запланировано три визита. Казанский федеральный университет, Татнефть-арена и авиационный завод. Часть событий редакции Универ-Ньюс осветит в ближайших выпусках. Олег Ашин, Ленардо Влесьяров, Универ-Ньюс.